В этом году в новую школу в селе Кенсай пойдут почти 400 учеников. И дети, и учителя с нетерпением ждут начала учебного года. Новую школу нам построили на средства из госбюджета. Мы уже перевозим туда мебель и компьютеры. Наши учителя переносят оборудование и наглядные пособия. Оформление уже почти готово. Надеемся, что дети в хорошем настроении пойдут в новую школу. Скоро будет официальное открытие. На строительство нового здания для школы из республиканского бюджета было выделено 86 миллионов сомов. В школе есть все удобства. Современный спортивный и актовый зал и чистое столовое, удобное освещение. Завершение строительных работ сельчане ждали 7 лет. Строительство стартовало в 2014 году. Мы очень долго ждали открытия новой школы. Я 25 лет живу в селе Кенсай. Новой школы тут не было. Мы тоже помогаем учителям с переездом в новое здание. А это еще одна школа в Карасуйском районе. Уже на 225 учеников. Ее открытие также должно состояться 15 сентября. Здание строили два года на спонсорские деньги. Учителя особенно рады, что тут оборудованы все кабинеты. Это кабинет труда. У нас есть все удобства. До этого мы проводили только теоретические уроки. Но теперь у нас есть печка, газ, холодильник. Мы с девочками можем готовить. Есть и швейные машинки, а также станки для мальчиков. Тут оборудованы все кабинеты. Все, что нужно для уроков труда. Есть в новой школе также и тренажерный зал, где дети могут заниматься спортом в каждом классе, компьютеры и интерактивные доски. Осталось оформление кабинетов. Мы собрали несколько спонсоров, чтобы нам помогли. Новое здание для нас начали строить два года назад. Уже все готово. Мне очень нравятся кабинеты. В здании есть все удобства. И не только внутри школы, но и снаружи. Есть озеленение. В новом учебном году в Карасуйском районе должны открыться сразу шесть новых школ. А всего здесь откроют свои двери для учеников более 130 школ. На сегодня практически все также укомплектованы и учебниками. Этот год для нашего района отличный. Четыре школы построили при финансировании из госбюджета. Еще одну мы смогли профинансировать из местного. И еще одну школу помогли построить спонсоры. Надеюсь, что 15 сентября мы откроем все шесть новых школ и подарим нашим детям. Учебный год в этом году с учетом эпидемиологической ситуации начнется 15 сентября, если к этой дате будут соблюдены все санитарные требования.